Как видите, я являюсь владельцем BMW E34, 89-й год, двигатель M20, B20, но не в этом суть. Дело в том, что как-то ехал ночью в заправке и у меня погасла подсветка приборов, то есть погасла подсветка приборной панели, подсветка регуляторов управления печкой, подсветка кнопки аварийки, все остальное работало. Работали все сегменты, тахометр, все указатели, все было в норме, но только сама подсветка. Первым делом, сейчас вам покажу, как искать неисправность, если, конечно, у вас именно такая же неисправность. Первым делом идем к локу, и вот тут вот смотрим, пятый предохранитель. Раз, два, три, четыре, пять, вот. Первым делом проверяем его, меняем. Если не помогло, то начинаем разбираться с кнопочкой, точнее не с кнопочкой, а с регулятором, а как открыть. Я вам сейчас примерно объясню. Вот у меня ножик, аккуратно поддеваем, вытаскиваем. Далее отсоединяем провода, идущие к ним. Сейчас я отсоединю, потом продолжим съемку. Вот он, блочок у нас в руках. Как бы кто-то, может, скажет, зачем отключать управление светом, отключатель света и габаритов. Мол, так можно вытащить. Да, можно, но мне как-то удобнее. Вот мы видим тут усики. Усики надо утопить вниз и вытолкнуть сам регулятор. Моей рукой не очень удобно, но получается. Далее здесь уже видно, открывали когда-то. Но имейте в виду, вот тут вот защелочки. Здесь аккуратно пластиночки вставляете. Можете даже из банки, из подгущенки вырезать. И чтобы верхняя перегородка, пластинка, была отодвинута. Просто 4 пластинки вставили. После чего вот в эту щель небольшую вставляем лезвие ножа и потихоньку начинаем расшатывать, вытаскивая вверх регулятор. Регулятор надо вытаскивать, вот мы видим ползунки, ползунками вверх, чтобы они не высыпались. Вы же потом можете потерять. Пружинок тут выстреливающих нету, бояться не стоит. Сейчас я открою, покажу, что дальше. Здесь есть предохранитель. Вот, снимаем ползунок, убираем в сторону. Снимаем колесико, убираем в сторону. Вот он предохранитель. Кто бы мог подумать. Сейчас, сейчас фокусируется. Вот. 3,15 ампер, до 250 вольт выдерживает. Ну, 250 вольт здесь нету. И здесь вот я сделал перемычку. Маленькую. Каким образом? Конечно, многие от фонаря просто перемычат, лишь бы работало, но я взял волосок провода многожильного. И на лабораторном блоке питания добился такого, чтобы вот этот кусочек провода сгорал при 3,5 амперах. Можно, конечно, вот посмотреть, какая толщина. Он сгорит. Так. Теперь. После того, как вы проверили, ну, естественно, мультиметром прозвонят эти два контакта. Если они не будут звониться, или лампочкой, контролькой, то предохранитель умер. Ставим перемычку. И вот видим, тут какая пайка. Тут надо пропаять хорошенько. И убедиться, что вот эта намотка, резистор, реостат, его еще просто на роде называют, он целостностый. То есть, один щуп вот на этот контакт ставим, и потом щупом ползем вот по дорожке, которую ползунок выработал. Она должна звониться до последнего витка целиком. Тут мы видим светодиод подсветки. Вот. Ну, в моем случае произошло, что сгорел предохранитель, вот этот вот, и сразу сгорел в блоке предохранителей. Тоже пятый предохранитель, который он показывал, под капотом. Вот перемычку мы поставили. Сейчас собираем обратную последовательность. Я вам покажу, что все работает, все функционирует. Все, установили мы блок. Включаем зажигание. Включаем габариты. И вот, смотрите. Также и тут, если присмотреться. Видно, да? Около цифры 26. Меняется. Также и присмотреться, если панели. Видно, да? Вот она включилась. Красный губчик отдает. Сейчас белые цифры. Все прекрасно функционирует, все прекрасно работает. Вот даже, видите, подсветка символов выключателя. Все работает отлично. Вот таким образом. В общем, вы поняли суть. Мы сначала идем под капотное пространство, проверяем предохранители. А именно, пятый предохранитель. Не знаю, по крайней мере, в моем году это так. Может, у кого-то чуть-чуть изменились обозначения предохранителей. И немножко поменялись местами. Так что, уточняйте свой год, свою модификацию. Суть в том, чтобы проверить именно этот предохранитель. Потом, вот в блоке мы проверяем. Вы видели под колесиком. Хрен кто знает, что он там есть. А он там есть. Таким вот образом ремонтируем. Если где-то КЗ, естественно, снимаем панель, смотрим все контакты, которые приходят на лампочку подсветки. В печке всего одна лампочка, которая подсвечивает всю вот эту вот линейку приборов. Конечно же, может быть, сделаю видео по ремонту прикуривателя.